Расскажите, какая планета управляет Екатеринбургом? Какие особенности должны учитывать жители Екатеринбурга? Екатеринбург всем Уралом управляет Венера, которая дает людям сильную чувствительность и склонность с одной стороны к таким близким чувственным отношениям, а с другой стороны к обидчивости. Поэтому на Урале люди сильно обидчивые, обижаются быстро, кто вновь не надо это учитывать, надо с ними достовольно, делегатно общаться. Но вся Россия находится в влиянии Сатурна, это означает, что люди склонны жить в тяжелых условиях жизни, то есть им тяжело жить, они в депрессии часто бывают, они побеждают свою судьбу с помощью труда, с помощью аскезы, аскетизма, победить можно такую судьбу. То есть те, у кого влияние Сатурна 7-го, должны совершать аскезы, чтобы побеждать судьбу. Екатеринбург находится под достаточно сильным влиянием Солнца, это значит, что люди достаточно амбициозны и склонны к развитию, они способны побеждать свою судьбу, желание развиваться, работать над собой есть. И поэтому Екатеринбург является столицей, то есть это столичный полк, видно вот эту энергия столицы здесь, столица Урала. Ну вот в основном все сказал я, то, что я чувствую, какие здесь влияние к нам. Многие люди просто пишут благодарности у них, есть сильно желание сказать мне теплые слова. Я тоже очень вам благодарен за то, что вы слышите на лице. Вот тоже благодарности спишут. Бросила свой бизнес, карьеру и стала заниматься своей семьей. Но сейчас наша семья испытывает небольшое материальное затруднение. Подскажите, пожалуйста, стоит ли мне снова пойти работать или остаться в домохозяйке? Иногда женщине можно чуть-чуть подрабатывать. Разумная женщина, которая занимается духовной практикой, легко найдет способ, как ей работать, и сильно напрягаясь, немного, чтобы в семье хватало денег. Иногда женщины могут работать и при этом заниматься семьей и совмещать это очень хорошо вместе. У них хватает много сил. Но семья должна всегда у женщины стоять на первом месте. Если у женщины семья стоит на первом месте, то это не на первом месте, а работа на первом месте. И эта женщина, эта семья проклятая. Понимаете, женская энергия предназначена для влияния на близких людей. Психика женщины устроена так, что она влияет. Это энергия влияния. То есть женщина сама, ей трудно добиваться успехов, но у нее есть много сил и влиять. То есть она с помощью своего влияния достигает успеха. И поэтому во всей культуре древней женщины, они предназначены были для того, чтобы влиять. Вот допустим, в древней культуре вся теплота в обществе, которая существовала, она была за счет женщин создавалась. То есть женщины отвечали за всю деятельность социума. Имеется в виду благотворительную, то есть заботу. Вот допустим, все проекты связаны с кормлением нищих. Там даже проектов таких не было, потому что люди это сами делали. То есть всех нищих кормили женщины. Женщины заботились о детях, о престарелых, о больных. То есть никогда никто не нуждался ни в чем, потому что женщины, они сами, ну, мы тебе занимались. Женщины всегда образовывали детей, воспитывали, обучали. То есть женщины заботились о теплоте в обществе, о том, чтобы газоны были спаханы, чтобы цветочки посажены, чтобы деревья росли. То есть женщины создавали атмосферу счастья в обществе. И в этом их призвание. Если говорить о занятости женщины, то работать надо именно в таких местах, структурах, где именно женский труд. Означает обучение детей, забота о престарелых. Когда женщина этим занимается, она не теряет свою женскую природу. И она не находится в сфере деятельности, которая разрушает ее жизнь. То есть женская, есть женская деятельность, понимаете? Можно, допустим, нянечкой работать у кого-то, заботиться о детьми. Это тоже женская работа. Можно даже организовать школу целую. Если женщина организатор, она может школу организовать. Или, допустим, она может заниматься помощью детям каким-то больным, или бездомным, и так далее. Ну, то есть, понимаете, это все женские дела. Это все женские дела. Вот я знаю одну женщину в Омске. Она взяла и организовала детям, у которых родители алкоголики. Такие детей знают во всех районах. То есть есть списки. И она взяла просто, нашла спонсоров, собрала кучу-кучу подарков. И каждому этому ребенку люди заходили, звонили перед Новым годом. И дарили им подарки, этим детям. Детям, которые кроме пьяного мата ничего в своей жизни не видели, они видели только лицо доброй тети, которая им говорила, я тебя так люблю, вот тебе подарки, с Новым годом, чтобы у тебя в жизни все было хорошо и счастливо этому ребенку. Он плакал, стоял, он на всю жизнь запоминал это событие. Вот этим должны заниматься женщины. Понятно? Это тоже труд, но другой природный. Труд, направленный на повлечение людей. Когда женщина так действует, то у нее дети вырастают счастливые, муж ее любит. И муж, он как гриб растет. У него силы появляются, развиваются, понимаете? Он все сильнее и сильнее психически. Потому что мужская сила зависит от того, что жена в него вкладывает. Или, ну, женщины, которые очень постоянно заняты работой, они как и патенты, понимаете? То есть, ну, то есть, у них нет женской энергии. Ну, они не имеют женской потенции. Понимаете? Они бесполезны. То есть, они не могут ни семью создать, не могут ни заботиться ни о ком, ни подружек иметь в жизни, ни рожать детей. У них гормональные функции от этого снижаются. И женщины, которые пашут, а цель только одна, потому что в женском сердце есть такая проблема, как жадность. И женщины, которые вот хотят побольше денег, машину, квартиру, они сильно вот к этому привязаны, они упахиваются целыми днями. И не понимают, что они разрушают просто свою жизнь. Потому что такая холодная женщина вообще никому не нужна. И она сама себе не нужна, потому что она сама себе за это ненавидит. Поэтому женщина должна вот это вот материальное счастье свое на второе место в судьбе ставить. У женщины должно быть два правила в жизни. Первое правило. На первом месте дружба и любовь. А второе правило – это себя как-то поддерживать. Если карма тяжелая, и дружба и любовь не помогают, чтобы создать семью, тогда, значит, надо как-то работать. Но у женщины, которая не имеет семьи, и не надо сильно уделять большое внимание, чтобы достаток иметь, она просто может жить по минимуму, по минимуму, но вкладывать в свое развитие, в свое развитие силы. И тогда такая женщина получает очень хорошего мужа и потом не парится уже. Но вот чтобы так жить, надо иметь сильное сердце женское, потому что скупость заставляет просто тупо работать и содержать себя. И от этого не дает возможности выйти замуж. Я ответил на вопрос?